МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любимое дело. Педагогам нельзя обучиться, педагогам надо родиться. Воспитатели отмечают профессиональный праздник, о чем важно помнить каждому работнику дошкольного образования. В поисках углеродного следа. Сейчас идет тренд для снижения. Благодаря образовательному проекту «Образ будущего» школьники узнали, как уменьшить количество выбросов в окружающую среду. Альметьевцы стали свидетелями жесткой борьбы на поле. С каким счетом окончился футбольный матч на городском стадионе между командами «Эльметь» и «Сокол»? Это новости Юго-Востока Татарстана. В студии Рената Столярова. Здравствуйте. День работников дошкольного образования отмечается 27 сентября. Эта дата приурочена к открытию первого детского сада в России 159 лет назад. В Вольметьевском районе трудится 3000 дошкольных работников. Из них 1500 – воспитатели. Год назад в детском саду номер 15 «Теремок» в микрорайоне Урсала открылся новый корпус «Русалочка». Педагоги учреждения поделились, за что они любят свою работу. Для детей каждый день в садике как праздник. Можно играть в игрушки, петь, рисовать, а еще вкусно поесть и сладко поспать. За всем этим стоит кропотливый труд целого коллектива работников дошкольного образования. Нянечек, поваров, охранников и, конечно, воспитателей. Но работа с детьми самая благодарная, считает воспитательница Кристина Шакирова. Есть отдача от детей. То есть это теплая, добрая энергетика детская. Все, что мы укладываем, мы потом получаем сто крат от детей. Уже все возвращается. К многочисленным воспитанникам педагоги относятся с душой. А потому, когда приходит время, с трудом отпускают своих подопечных в уже более взрослую жизнь. Очень сложно, всегда очень сложно с ним расставаться, потому что мы с утра до вечера находимся с ними, с этими детьми. Они уже становятся как родные дети. Очень тяжело, даже когда уходишь в отпуск, переживаешь очень, как они здесь, что с ними. Заведующая детским садом Елена Инзерова говорит, что самое главное в работе воспитателя – умение найти подход к любому ребенку с учетом его индивидуальных потребностей. Также педагог должен быть в постоянном контакте с родителями. Тогда и ребенку будет комфортно. Педагогам нельзя обучиться, педагогам надо родиться. А вот именно дошкольный возраст, я считаю, что самое главное – это любовь. Чтобы ребенок чувствовал, что он здесь желаем, что его очень рады видеть. А остальное ребенок сам раскроется, покажет однозначно. Ну, конечно, педагоги сейчас должны быть более современно подкованы. Дети у нас растут, они очень много знают. Современные дети подкованы в цифровых технологиях и гаджетах, поэтому педагогам приходится быть такими же разносторонними. Своих коллег заведующая Елена Александровна благодарит и обращается к ним с поздравлением. Я желаю счастья, здоровья в первую очередь и, конечно же, в наше время мирного неба над головой. Это самое главное, которое сейчас. И самое дорогое – это жизнь и здоровье наших детей. Работники дошкольного образования – это мудрые наставники, которые помогают малышам открывать мир и делать первые шаги в жизнь. Лениногорские школьники приняли участие в обучающем экологическом исследовании в поисках углеродного следа. Это совместный проект компании «Татнефть» и Всероссийского образовательного проекта «Образ будущего». Ученики узнали, какой углеродный след оставляет каждый из них в жизни и как уменьшить количество выбросов в окружающую среду. Команда Всероссийского образовательного проекта «Образ будущего» предложила школьникам почувствовать себя начинающими учеными и познакомиться с современными экологическими трендами. В этом ребятам помог виртуальный бот-помощник. Бот нам рассказывал, как лучше относиться к среде, как беречь воздух. Каждый ученик мог рассчитать свой углеродный след и научился принимать меры по его снижению. Ребятам раздали персональные исследовательские чемоданчики. Они выполнены из экологичных материалов – гофрокартона и бумажной стружки из переработанной макулатуры. Внутри полезные подарки – научные комиксы, плакаты и предметы, которые пригодятся в исследовании. Например, аэратор для экономии воды, фонарь на солнечной батарее, фиксатор для велосипеда, светоотражающий браслет для безопасности при ходьбе и другие. Все такое углеродный след – это совокупность спирников и газов, которые выделяет каждый человек, организация и предприятие. И сейчас идет тренд для снижения, чтобы сохранить нашу экологию. Зеленые тренды набирают обороты. Предприятия ищут способы снизить углеродный след своей продукции, учатся работать по-новому, заботясь об окружающей среде. Экологическая политика – одна из приоритетных и в компании «Татнефть», которая поддерживает проект. Благодаря обучающему исследованию школьники поняли, какой вклад в сохранение природы они могут внести. Ребята узнали, как экономить воду, сделать воздух чище, снизить загрязнение окружающей среды. У меня выпала тема школьные уроки и как должны в школе заботиться об экологии. Ну, например, нужно с собой носить многоразовую бутылку, чтобы, опять же, было меньше пластика в окружающей среде. Цель исследования – научить подростков самостоятельно анализировать информацию и ощущать собственную важную роль в вопросе сохранения природы. Проводя расчеты и применяя в быту приемы, снижающие углеродный след, ребята чувствуют ответственность и учатся использовать этот навык в жизни. Дети получили настолько много научного материала, информации полезной. Роль начинающих ученых на себя уже примерили и рассчитали свой углеродный след также бавлинские и ознакаевские школьники. До ноября мероприятия пройдут в Нижнекамском, Бугульминском и Заинском районах. Финал состоится в Ольметьевске. Эко-воспитанию школьников Татнефть придает большое значение, формируя осознанный образ жизни здесь и сейчас. Наталья Лакомкина, Новости Юго-Востока. Сегодня ночью загорелась баня на улице Подгорной в Ольметьевске. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера ночью в 2 часа 11 минут. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 16 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Его причины устанавливаются. В Ольметьевском городском суде продолжилось рассмотрение дела о растрате. На скамье подсудимых бывший руководитель гаражного кооператива из Сармановского района. На прошлом заседании защиты просила суд доставить на процесс неявившихся свидетелей. В материалах дела фигурирует 48 тысяч членских взносов, которые, по мнению следствия, растратил подсудимый. Вы сами вникали в введение университетского учета? Нет, не вникал. У нас члены правления были ревизионной комиссией. Три ревизии выявили недостачу в размере почти 50 тысяч рублей. Хотя и в фабуле уголовного дела фигурирует больше 600 тысяч. Как вам по счету судебное заседание упоминается? Суммы такие, как 600 тысяч, 700 тысяч. В этой части подтверждение о том, что данные денежные средства были присвоены подсудимым, не имеется. Заседание уже переносили в прошлый раз из-за того, что не явились заявленные свидетели. Защиту интересуют конкретно двое. Бывший работник кооператива, электрик на полставке и бывший главный бухгалтер. Выясняли, что одна говорила, что бумаги писавали для нас, следователи. Другая говорила, что мы все это выбирали из стопочки каких-то бумаг. То есть все это было непонятно как. Линия защиты все такая же прямая. Проверки проводили некомпетентные специалисты, а главный бухгалтер, на тот момент даже не трудоустроенная, подбивала отчетность мимо всех нормативов. На этот процесс один из свидетелей все-таки явился. За время вашей работы один бухгалтер работал, два, три, не помните? Когда я устраивался, как раз тоже там устроился, тоже бухгалтер. Ты мне один был. У вас, в ваш период работы один бухгалтер? Один был. И вот у этого бухгалтера? А, там одна уходила как раз в это время, но практически один был. Зарплата наличными, поступление один раз в месяц, подпись в платежной ведомости. В целом, все как у всех. Ну что обвинения, что защита, обращают внимание суда на разницу в показаниях свидетеля. Вам, знаете, на базу не предоставило? Нет. Сейчас помните? Нет такого, нет ничего, я не помню такого. И подпись не может быть. Плюсом ко всему адвокат просит суд назначить почерковеческую экспертизу. Экс-председатель утверждает, что подписи на всех документах не его. Вам поменять всего 48 тысяч, вам указывается на печенье 700 тысяч. Когда-то по 48, ты указываешь, что вы получите, а остальные? Ну, я их не получал. Там не моя подпись. Не мои подписи. Прокуратура не только как сторона обвинения, но и как главный надзорный орган советует вести отчетность по правилам, не полагаясь на родственные связи. А то, что к бывшей главбух кооператива приходится подсудимому дальним родственникам, стало известно во время допроса подсудимого. А бухгалтерскую отчетность на всякий случай лучше ввести от и до? Ну да, надо подтверждать какими-либо документами. Вот поэтому такие суммы потом появляются. Вот, как уже в суде говорили, 600-700 тысяч. Это все из того, что какие-либо работы, если даже они были, документально не были подтверждены. И дальний родственник, по мнению подсудимого, всему виной. Адвокат в ходе процесса заявила несколько ходатайств, в одном из которых она просила суд назначить бухгалтерскую проверку с помощью независимого аудитора. И поскольку все ходатайства нужно рассмотреть, суд берет перерыв до 5 октября. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. 13-летний водитель мопеда пострадал при столкновении с автомобилем. Авария произошла в поселке городского типа Октябинский Ознакаевского района. Вечером 26 сентября 36-летняя женщина за рулем Лады на пересечении улиц Губкиной и Ленина столкнулась с мопедом под управлением подростка, не имеющего водительского удостоверения. По предварительным данным, автовладелица при повороте налево не предоставила преимущества двухколесному транспорту, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП школьника с травмами ноги доставили в медсанчасти Альмитевска. Обстоятельства происшествия выясняются. По факту аварии с участием несовершеннолетнего прокуратура Ознакаевского района организовала проверку. Вы можете не только смотреть новости по телевизору, но и читать и в газете. Подпишитесь на знамя труда Эльмета Нары. Сделать это можно в почтовых отделениях или в редакции с любого месяца. По почтовой подписке издание буду доставлять прямо к вам домой. При оформлении подписки в редакции цена на нее ниже, а газету нужно забирать самостоятельно. На периодику можно подписаться и не выходя из дома. Для этого нужно зайти на наш сайт и перейти по ссылке через баннер. А еще таким простым способом можно сделать подарок близким, подписав их на любимые издания. Подписаться можно и на оставшиеся месяцы этого года и на первое полугодие следующего. Телефон для справок 3259-81. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте. Делитесь и вы с нами интересными новостями, пишите о радостных событиях и сообщайте о проблемах. Сделать это можно по номеру WhatsApp и через соцсети. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем далее. Открытое сердце и добрые руки. Опытный воспитатель детского сада «Дружная семейка» в Займске поделилась секретами работы с детьми. Альмитерцы стали свидетелями жесткой борьбы на поле. С каким счетом окончился футбольный матч на городском стадионе между командами «Эльмета-Сокол»? Займские педагоги дошкольных учреждений тоже отметили профессиональный праздник. Воспитатель детского сада «Дружная семейка» поделилась секретами работы с детьми. Подробнее в сюжете. Что получилось у вас? Два квадрата. Сотни заинских ребятишек прошли через руки и сердце Татьяны Антоновой. 31 год своей педагогической деятельности она отдала самым маленьким жителям города – воспитанникам детского сада «Дружная семейка». Я с детства мечтала быть воспитателем. Среди моих родных всегда были маленькие дети. Я, получается, среди них была самая старшая. И мне доверяли, приходилось за ними смотреть, ухаживать. И я уже даже другую профессию в себе и не видела. Потому и вопрос о выборе будущей профессии не стоял после окончания набережно-челнинского педучилища. Татьяна Антонова пришла работать в детский сад «Дружная семейка». С годами он стал детским садом компенсирующего вида. Сюда приходят дети с проблемами. Кто-то плохо видит, кто-то плохо разговаривает. Здесь с ними работают специалисты. Они просто воспитатели. Помогают маленькому человечку поверить в себя. Листья осины, листики дуба, мыцель и он будет нами, а не все. Это профессионал своего дела. Она очень грамотно владеет методикой именно для детей с нарушениями речи. Всегда к ней можно обратиться за любым советом, за помощью. Может оказать любую помощь родителям, посоветовать что-то. Татьяна Антонова работает в группе детей, имеющих нарушение речи. Проще говоря, учит малышей правильно говорить. Их здесь всего 15. Меньше, чем в обычных группах обычных садов. Потому что внимания каждому нужно больше. А воспитатель тоже учится у своих малышей. Быть терпимым, всегда спокойным, добрым и открытым. Таким, как сами дети. Без этих качеств в этой профессии остаться не получится. Елена Мавлина, Денис Ипатов, Максим Майоров. Новости Юго-Востока. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в Альметьевске 2 октября. Участникам предстоит преодолеть маршрут здоровья, равный 10 тысячам шагов. Присоединиться к дистанции могут все желающие. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Человек-идущий», пройти регистрацию, выбрать команду «10 тысяч шагов к жизни» в разделе «Команды» и отправить запрос. После одобрения заявки капитаном, пользователь становится одним из участников акции. Ее старт будет дан с городского стадиона по адресу улицы Белоглазово, 62А. Открытие мероприятия состоится в 9.45, начало марафона – в 10 часов. После преодоления маршрута следует убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов. При завершении акции всем участникам направят памятные сертификаты в пуш-уведомлениях, а также подарки от сервиса монетизации двигательной активности. Чемпионат Республики Татарстан по футболу среди мужских команд продолжился встречей «Эльметы» и «Сокола». «Эльметевские болельщики» стали свидетелями непростой и жесткой борьбы на поле. С каким счетом окончился матч, расскажет Катерина Машенцева. «Казанский «Сокол» и «Нефтеградовский «Эльмет» буквально схлестнулись на поле. Футболисты заряжены с первых минут. С самого начала они держат болельщиков в напряжении». Погода в день очередного матча Чемпионата Республики Татарстан по футболу среди мужчин не подвела. И на городском стадионе собрались десятки болельщиков. Среди них немало девушек. Альбина Ягудина болеет за всю команду, но особенно внимательно следит глазами за игроком номер 10. Там на поле за победу бьется ее муж и по совместительству капитан «Эльмета». «По словам девушки, Венера играет в футбол с малых лет. Выходил на поле во времена, когда в Альметьевске была профессиональная команда «Алнас». Супруга поддерживает своего игрока и бывает почти на каждом матче «Эльмета». Любовь к футболу, говорит Альбина, в их семье на двоих. Или на троих. «Огважаю. У нас даже кота зовут Месси в честь Леона или Месси. Да, очень нужна поддержка близких обязательно. Ну и поддержка города, конечно, не мешала бы. Потому что, ну, честно говоря, футбол в городе не поддерживают. Ну, то есть, так, на периферии он считается. Хотя такой массовый вид спорта, ну, очень популярный везде. А у нас как-то вот так. Это решающий матч за бронзовые медали. Сдаваться никто не собирался. «Эльметовцы» едва не пробили ворота «Сокола». Но счет не был открыт. Очевидно, расстроенный неудачной атакой 13-й игрок допустил нарушение правил. По словам начальника команды «Эльмет», игра непростая, потому что соперники на поле подстают друг к другу. Но, несмотря на досадное нарушение, бороться игроки продолжат до конца. «Игра должна быть равна 50 на 50, потому что и соперник хороший. И мы тоже тренировались, готовились целую неделю к этой команде. Вот игра началась по нашему рисунку. Но вот удаление невынужденное подвело нас маленько. Сейчас потели, будем оборону держать. Но сейчас будем за себя и за того парня бороться и бегать». Боролись до последнего, но первый тайм завершился с нулевым счетом. На втором отрезке игры на 76-й минуте единственный мяч залетел в ворота «Эльмета». Встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу «Сокола». 2 октября у альметьевской команды выездная встреча с казанским «Нефисом». 8 октября на домашнем поле они встретятся с чемпионом прошлого года «Эверестом». Катерина Машенцева, Динар Менгазов, Новость Юго-Востока. Это все новости на сегодня. Еще больше есть на нашем сайте almetius.ru.ru. Также подписывайтесь на телеграм-канал ЮВТ-24, чтобы узнавать о событиях оперативно, где бы вы ни находились. Написать нам можно в соцсетях и по мессенджеру в WhatsApp. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин